Здравствуйте, друзья, пятиклассники и их родители! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Мы продолжаем готовиться к ВПР. И сегодня разбираем номер 10. Это задачи на логику. Ребята, здесь ничего, кроме как читать три раза. Больше и предложить нельзя. Попробуйте прочитать три раза, как я всегда вас учу. И, пожалуйста, внимательно. И, может быть, все само прояснится. Если не прояснится, давайте сейчас решать. Итак, для тех, кто уже почитал три раза. Я с вами давайте почитаю. В магазине купили 4 чашки по 54 рубля и 2 стакана. Сколько стоят 4 чашки и 2 стакана, если стакан в 2 раза дешевле чашки? А я вам предлагаю вот так разобраться. Купили 4 чашки по 54 рубля. То есть мы точно знаем, что каждая одна чашка стоила 54 рубля. Вот всегда помогает читать три раза. Лично я, например, уже разобралась. Давайте с вами первое действие сделаем. Я вам предлагаю присмотреться к первому предложению. В магазине купили 4 чашки по 54 рубля. Значит, мы с вами можем пока что узнать, сколько стоили все 4 чашки. Давайте помножим 54. Давайте столбик сразу. на 4. 4х4 – 16. Ребята, табличка умножения рядом лежит. А лучше, конечно, повторить. 6 пишем, 1 запоминаем. 5х4 – 20 плюс 1 – 21. 216 рублей стоили все вместе 4 чашки. Но у нас в задаче сказано, что стакан в два раза дешевле. А дешевле – это меньше, а в – это делить. Это что, получается, что нам нужно 54 поделить пополам, так как в два раза дешевле были стаканы. Давайте поделим. Мы возьмем 54. Давайте тоже в столбик поделим, заодно и вспомним. Поделим на 2, потому что в два раза дешевле. Берем 5. Сколько двушек сидит в пятерке? Конечно же, 2. 2х2 – 4. Вычитаем из 5 и 4. 1. Четверочка прилетает. А 14 поделить на 2 – это, конечно, 7. Значит, 27 рублей, друзья мои, стоит 1 стакан. Теперь мы узнали стоимость стакана. Мы применили логику и немножко смекалку мы применили. Смекалка всегда вам пригодится. А теперь нам надо посмотреть стаканов, то сколько купили. А 2 – значит, делаем третье действие. Мы берем 27 и помножаем на 2. А я даже не буду сейчас ничего в столбик помножать, потому что опять 54 получится. Мы же делили уже на 2. Сейчас умножаем на 2. Значит, 54 рубля отдали за 2 стакана. Остается четвертое действие, ребят. Ведь мы отдавали и за чашки, и за стаканы. Давайте сложим. 216. А давайте опять в столбик. Прибавим 54. Ну, складываем. 6 плюс 4 – 0. Пишем 1. Запоминаем. 1 плюс 5 – 6 плюс 1, который запоминали. 7. Двоечка прилетает. 270 рублей, ребята, мы когда сложили, получили. А это как раз и есть ответ. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребят, будет очень мне приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Это очень поможет развитию моего канала. И удачи вам на экзаменах и контрольных. И ни пуха, ни пера.